И вот шляпки пинапа, они сейчас в моде. Это моя прекрасная Настя Кравцова тут послужила не просто моделью, она еще и заказчица. То есть, да, конечно, нужна некоторая смелость для того, чтобы носить такие вещи. И тем не менее, они очень украшают жизнь. Вот такую маленькую шляпку научиться делать можно буквально за час. Что нам для этого нужно? Очень простые материалы. Сеточка, линейка, ножницы, махровое полотенце, пшикалка, ну какой-нибудь утюжок, баночка, ну где-то в районе 7-8 сантиметров диаметром, кусочек подложки, труба для катания и тазик. Из материалов буквально возьмите, ну у меня тут мельносовый кардачос 20-30 грамм, чуть-чуть кудряшек, чуть-чуть вискозы, ну оботочек, заколочка, ниточки катушечные, иголочки понадобятся. Это уже больше для декорирования. Процесс вот действительно, на самом деле, мы сократили мастер-класс до 20 минут, но этот процесс весь целиком у меня занял вот по записи 59 минут, то есть без одной минуты час. Это очень-очень быстро, но это даёт возможность вот отработать навык. Куда, вот я специально поставила на паузу, потому что, куда эти шляпки? Себе для украшения самого разного, для кукольников это очень удобная технология, это тренировка, как делать такие шляпки, но в большем масштабе. Откуда пришла идея? Тоже не я придумала эту технологию, я вам честно скажу, но в своё время были очень-очень популярны американские видеоролики, такие про то, как делают, формуют настоящие шляпы. Вот был классический такой ролик про шляпу Федора. Вот, в общем, вот технология взята именно оттуда. То есть по такой технологии делают и большие шляпы. Вот, ну вот двигаемся дальше. Итак, у меня вот этот круг 30 сантиметров в диаметре. Я на него, я оторвала кардачос, это итальянский кардачос мереносовый 18 микрон. Я вот просто вот такой вот кусок, знаете, он полтора сантиметра пушистого кардачоса на ощупь, непридавленного. Руками придавила, побрызгала водичкой. Водичка мыльная, я мыльный хлопья развожу. Вот я через сеточку, это москитная сетка обычная, из Москвы у меня привезённая, не здесь купленная. Вот, через москитную сеточку я притираю вот эту вот шерсть. То есть я не оборачиваю шерстью шаблон. Я просто положила её сверху, то есть шаблон для меня, он просто как бы обозначает границы. В принципе, этот круг диаметром 30 сантиметров можно было бы просто для себя как-то начертить, там, я не знаю, на кусочки подложки, ещё как-то даже не вырезать. Вот, ну и вот я притираю, притираю, притираю. Мне надо, чтобы пропиталась вся шерсть мыльным раствором, чтобы ушёл лишний воздух. То есть вот вы видите, даже очень хорошо видны контуры шаблона. И дальше я начинаю, руки должны быть после этого сухие, потому что дальше я начинаю раскладку вискоза. В данном случае я брала не шерсть, а именно вискозу, потому что, ну, как бы вот это изделие такое, оно быстрое, и мне хотелось бы, чтобы вискоза блестела. И вот я показываю, как разным образом можно вот эти вот прядочки вискоза отрывать. Тут её надо раскладывать толстым слоем. Сразу вот толстым слоем раскладываем, потому что она должна поверхность основную всю заламинировать. Вот, закрываем всю поверхность, и тут даже на самую серединку я уже не выкладываю пряди. Причём смотрите, где вы хотите использовать вискозу как декор, с изнаночной стороны, с лицевой, как вам больше нравится. У меня тут она будет с лицевой стороны. Вот, и когда я разложила всю вискозу, я её закрываю сеточкой тоже. Чаще всего даже не надо дополнительно брызгать водой, я её просто придавливаю, хватает той воды, которая уже пропитала шерсть. И дальше я вот аккуратно шлифмашинкой, и тут это ускорено. Ну, а так где-то на счёт 5-6 я ставлю шлифмашинку. Я извиняюсь, у меня неизбежный шум на улице. Это вот так вот едут парамедики на вызов. Мы живём на очень большом перекрёстке, к сожалению, да, и это всё равно вот слышно, когда говоришь, извиняюсь за этот эффект. Ну всё, вот они сейчас уедут. Дай Бог, чтобы они успели, и все были живы-здоровы. Вот, и шлифмашинкой я прошлась по одной стороне, соответственно, я прохожусь по другой стороне. Вот тут не надо пугаться неровных краёв вот этого круга, потому что всё равно нам эти края подрезать, честно я вам скажу. Вот на этом этапе, ну просто, почему я обрывала этот кардачос ориентировочным таким кружочком, чтобы потом легче вырезать. И вот тут вот я вам показываю, как, куда, в принципе, можно укладывать декор, если вы декорируете просто шерстяную поверхность, вы для себя расчерчиваете сначала ориентировочный диаметр, а потом, смотрите, можете приложить кудрешки. Вот, хорошо-хорошо, руками, шлифмашинкой, притёрли вискозу, декоративные волокна, взяли какую-то вот трубу, палочку, и на полотенце махровом выкатываете вот этот рулон по 50-70 раз в каждую сторону. Почему на махровом полотенце, почему на не на микрофибровом? Микрофибровое очень хорошо, но оно может вам войлок высушить абсолютно, а нам надо, чтобы всё-таки мыльная вода в нём немного оставалась. Поэтому я вот для таких процессов больше люблю махровое полотенце. А когда уже покатали на полотенце, когда уже у вас никакая лишняя вода, лишняя пена вам не мешает, можете перейти просто на ту поверхность на столе, на которой вы привыкли работать. Я очень люблю айкиевскую пупырчатую вот эту основу, ротионель, можно на обычной пупырчатой плёнке. Вот сейчас это у меня, допустим, основа, это вообще такой резиновый большой резиновый коврик, тоже на нём легко и хорошо работать, ещё на нём хорошо снимать, он не отсвечивает. Вот. И во всех вот четыре стороны, да, крок надо его откатать. 50-70 раз достаточно с каждой стороны. Если у вас очень сильный нажим, ну, значит, может быть, вы будете это делать чуть-чуть так как-то вот меньше там по количеству раз именно, да, если это большое очень усиляет. Потом, опять-таки, вы можете заменить, когда уже прокатали, вы можете помять в руках как тесто, да, ну, поскольку это маленький кусочек шерсти, да, вы его именно помнёте в руках, ну, и покидаете. Кидать, я кидаю войлок, да, не боюсь этого, но очень легко, то есть я вот охраняю на стол с высоты 15-20 сантиметров, легонечко-легонечко, то есть я его не бью со всего махатом, да, как, я не знаю, метатель ядра. Вот, я его легонечко-легонечко так кидаю об стол, потому что вот это вот воздействие, оно нам и факторку сохраняет, и оно быстренько-быстренько помогает волокнам сцепиться между собой. Ну, тут, конечно, достаточно комично это выглядит в записи, потому что запись будет ускоренная, особенно там, где я кидаю это всё вот так вот шебуршу. То есть вот этому процессу надо уделить какое-то время, то есть вы уложите с ним в полчаса, и вы начинаете, когда вот чувствуете, что волокна вискоза зацепились, что волок у вас уплотняется, вы периодически начинаете серединку какого-то пальчиками чуть-чуть вытягивать. Вот, раскладываете ровно, пальцами вот так вот притираете, так? Вот, то есть вы уже будете чувствовать, ну, он другой, он более плотный войлок. Вот вы сваляли вот такую вот прелестную лепёшечку. И тут я взяла на кухне, посмотрела блюдечко, как вот совпало, да, вчера Ирина говорила о том, что на кухне у нас столько приспособлений, ну, в общем, действительно, мы все развиваемся вот так вот в параллель, да, я тоже взяла блюдечко, и причём вот у меня сразу под рукой не было там его нужного диаметра 20 сантиметров, но я взяла диаметром 19, а вот эту линию обвела как бы на сантиметр ещё от краешка. И вот я вырезала ровный кружочек. Обрезки не выкидываем, они у нас потом пойдут на отделку цветочков каких-нибудь. У меня такой есть бесплатный мастер-класс там где-то на канале, вот, то есть это всё в цветочке. Вот, опять помылили. Вот этот уже кружочек нам надо его чуть-чуть получше пропитать влагой, потому что сейчас у нас пройдёт уже такой процесс формирования. Я не боюсь с этим кусочком шерсти обходиться вот так вот достаточно смело, вот, ну, тем не менее, я краешек вот этот подправила. Если какие-то, вы знаете, вот в кардачёсте часто попадаются какие-то мелкие включения, их сразу лучше в процессе всегда убирать, потому что потом из готовой вещи труднее вытаскивать. Вот у нас вот такая вот получается какая-то шапочка. Вот я взяла, ничего сложного, я взяла баночку с диаметром 10 сантиметров. Можете взять какой-то необычный стаканчик, какую-то плошечку, что у вас есть с одной стороны, с другой стороны, вот я тяну. Именно придаю форму, натягиваю на эту форму, натягиваю, потом для того, чтобы начать выравнивать поля, когда вот эта вот форма, серединочка вытянута, я беру плотной канцелярской резинкой, я как бы обозначаю, я до нужной ширины полей натянула эту резиночку, и вот дальше я пошла поля выравнивать. Можно это делать, ну, с помощью разнообразных утюжков. Хорошо, облегчает жизнь в качестве утюжка, кстати, у кого нет утюжка, можно взять плоский камушек гладенький такой, вы знаете, как бывает там на берегу морей, озер, найдите камушек размером с котлетку такую в ладошечку, им тоже будет очень, это вообще будет вечный, не боящийся воды утюжок. Вот, с одной, со второй стороны, мы таким образом выравниваем и делаем более плотными вот эти поля. Вот, в принципе, в какой-то момент можно даже совершенно спокойно это всё, да-да-да, вот снять сосновы с этой баночки, и уже дальше мы знаем, что, допустим, у нас 3-4 сантиметра этих полей, и мы совершенно спокойно вот эти 3-4 сантиметра делаем более плотными, более гладкими с помощью вот этого утюжка или руками. Тут уже шлифмашинка вам не нужна, это всё вот можно делать таким образом. Вообще, как бы я считаю, что самый эффективный, самый ценный девайс, такой инструмент валяльщика, это, конечно, наши руки, но руки, в общем, как бы иногда надо бы и поберечь, поэтому если есть какие-то приспособления, используйте их, облегчайте себе задачу, это очень хорошо. И вот таким образом мы как бы полируем эти поля ну так долго, как вы сочтёте нужным. То есть вот эта полировка, шлифовка полей, она вам даст в итоге красивую форму, красивый результат. То есть нам же надо будет потом это всё выполоскать, да, нести, полоскать это можно только тогда, когда вы действительно хорошо эти поля подготовили. Вот вернули на основу, на эту же вот баночку, да, там на стаканчик, на пложечку, вернули эту шляпку. Я хотела сделать поля такие фантазийные. С одной стороны, мне хотелось эти поля сохранить гладкими, с другой, как цветок, загнутый волной. И, в общем, вот после этого, как бы я для себя определилась, я пошла, выполоскала в воде комнатной температуры и вот уже выполосканную, отжатую в полотенце, вот эту вот форму шляпки, но она ещё влажная. Я её принесла и опять надеваю на баночку. То есть она довалена, мы только закрепляем форму. И вот смотрите, я резиночкой это дело затянула. Вот я специально сейчас ещё нажму на паузу, приостановлю. Я затянула эту форму, опять надела резиночку двойную, но потом я взяла толстую хлопчатобумажную такую нить, как жгутик хлопчатобумажный. Он, наверное, там миллиметра два толщиной. Толстая-толстая нитка. Это может быть любая толстая нитка и не обязательно хлопок. Её надо завязать ниже этой резиночки и завязать плотно-плотно, потому что резиночка, на мере высыхания войлока, она будет выталкиваться войлоком и подниматься наверх. Это плохой способ, ненадёжный. А вот эту ниточку войлок не победит. И уже на ней вот таким образом можно формировать красивую форму нашей мини-шляпки. Такую вот кокетливую я делаю. Одна часть полей, видите, останется ровная, и только вторая часть полей будет волнистая. В принципе, можно было бы выгладить поля, просто вот ещё посильнее поводить и не делать эту волну. В принципе, можно было бы делать вообще без полей маленькую такую, я не знаю, маленькую мини-кубаночку, таблеточку. И вот я показываю разные варианты, которые могут быть даже декорированием. Вот я сделала такую, типа брошечки с кисточками, я буду вот таким образом украшать шляпку. Но пришивать уже всё, украшать я буду только тогда, когда она высохнет. Ну, как бы в двух ракурсах специально сохранили. Ну, это финальный этап. Это финальный этап, он очень важный. Я уже сняла резиночку, шнурочек. Нам на чём-то надо закрепить обруч, на котором эту шляпку носить. Вот у меня две дамы, которые заказывают такие шляпки, обе сказали, что удобнее носить именно на обруче, а не на заколочке. Но, тем не менее, в комплект я всегда кладу и обруч, и заколочку. И для того и для другого я делаю вот такие бридовым швом, делаю две навесные петельки с изнанки на границе с полями, одна напротив другой. Очень просто. Беру для этого, ну вот я взяла Ильс ниточку в тон. Да, очень-очень просто. Я вот делаю вот так, переплетая, делаю две вот такие вот петельки, с одной и с другой стороны. Это совсем не сложно. Опять-таки, навесные петли бридовым швом. Погуглите в интернете, найдете кучу картинок и видеоклассов. У меня просто на вишневом фоне, да, тут не очень хорошо разглядеть. И вот через такую петельку вдевается обруч. Вот я делаю сейчас абсолютно аналогичную на противоположной стороне шляпки, на границе с полями. То есть даже если вы будете делать шляпку-таблетку, допустим, для свадебных шляпок, там форма таблетки очень-очень хороша. Вот, потому что на нее удобно крепить вуалетку. Вот, точно так же делайте две петелечки, через которые легко либо обруч продеть, можно шпилечки через них, да, и закрепить к прическе тогда такую шляпку. Кстати, у меня вот зажигалка тут лежит, она не просто так. Это для того, чтобы, сейчас покажу, чтобы подпаливать края у бархатной ленточки, если она у вас вискозная или из полиэстера. Вот, и вот эта брошечка. И надо вот закрепить, вот я подрезаю эту ленточку. Вот я таким образом пришиваю сделанный такой романтический или бахический цветочек. Закрепляю им прямо вот эту вот бархатную ленточку. Ну, как вы видите, в общем, мы не вырезали ни одного кадра. Вот как оно есть, так вот просто чуть-чуть ускорили, да, для того, чтобы можно было разглядеть весь процесс полностью. Процесс элементарнейший. Войлок на этой шляпке очень плотный, то есть вот увалялось всё, вот по слою вискозы можете смотреть, увалялось всё в мелкое-мелкое зерно, прямо как манная каша, мельче пшена. Это то, к чему мы стремимся. В этой шляпке, в общем, тоже можно носить воду. Ну, она такая маленькая, ну, полстакана, наверное, можно унести. Вот такой вот. Наташа, как у нас брошечка? Из чего она сделана? Брошечка? Ну, это пуговка. Это пуговка медная. А дальше она обшита ленточкой и кудрой. По краюшку там она обшита ленточкой, какие-то маленькие бусинки. Вообще пуговки – это всегда прекрасная-прекрасная основа для всяких разных брошечек, войлочных. Берите обрезки войлока, обрезки ленточек, кусочки кружевинок, остатки кудряшек. И все это вместе собирайте, а пуговку в сельдину. Или несколько пуговок собирайте. Вот это всегда отлично. У меня есть пуговки, которые вот по одной штуке, там я где-то нашла, там где-то спорола со старой одежды. Ну, вот, в общем, как шляпка. Вот такая. Ну, вот дальше, да, смотрите, эту шляпку можно на обруче. Ну, и финальный этап мастер-класса – это момент очень важный. Когда вы продаете аксессуары, отправляете их заказчикам. Вот заколка, да, на которой тоже можно носить. Она прекрасно крепится. Но со шляпками, если вы хотите их делать на заказ или продавать, позаботьтесь о кругленьких коробочках или квадратных коробочках. Такая шляпка, даже если размер коробочки не очень большой, ну, вот она ложится, она там не мнется. Вуаля! Вот такая шляпка, немножко крупных планов я покажу, именно для того, чтобы ее получше разглядеть вот во всех, во всех деталях. Вот. Вот она. Тут достаточно контрастно на белом фоне. Ну, вот, ну, представьте, какой-то яркий меховой воротник сваляли или палантину к нему. Вот еще такой вот аксессуар. Вот.